Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня поговорим о курсе рубля по отношению к остальным валютам и тех мерах, которые вероятно будут предприняты для его укрепления. Собственно, кто смотрел прямой диалог, который состоялся позавчера, говорил, что 100 рублей за доллар будет ключевой отметкой и вполне вероятно начнут приниматься уже какие-то меры. Значит, какие меры могут быть приняты, уже их обозначили и уже есть некоторые коррективы в курсе рубля по отношению к доллару и к другим валютам, есть небольшое укрепление. Значит, это увеличение к ставке центральным банкам, но здесь есть моменты, которые нужно учитывать, о которых мы сегодня кратенько поговорим. И самое главное для инвестора, что делать, то есть новостного формата не будет, все мы понимаем, что произойдет, как на это влияет, какие события и так далее. Самое главное, что делать и обозначал свое видение данного направления, это фиксация части валютных инструментов с целью перезахода при укреплении рубля вновь. Это позволит получить нам определенный процент. Итак, давайте обо всем по порядку. То есть, какие меры будут предприняты, вероятно, сегодня состоится увеличение ключевой ставки центрального банка. Насколько это поможет и насколько это событие укрепит рубль, к примеру, увеличение ключевой ставки центрального банка будет на 1-1,5%, что вполне вероятно, меньше никакого смысла нет. А большая ставка крайне негативно повлияет на экономику, на промышленность и станет катализатором к дальнейшему ухудшению экономических условий. И увеличение ключевой ставки на 1-1,5%, к чему приведет, к какому укреплению курса рубля, к никакому. То есть, это абсолютно будет незначимым событием, которое никак, по своей сути, не повлияет на курс рубля. Я поясню, почему такой резонанс. Ведь принято считать, что увеличение ключевой ставки центральными банками в значительной степени укрепляет курсы, влияет на снижение инфляции и так далее. Поясню, почему. Потому что у нас ситуация совершенно иная. То есть, у нас ослабление рубля к остальным валютам, увеличение инфляционной составляющей вызвано невысоким потреблением, с которым обычно борются с увеличением ключевой ставки. То есть, раздали в Америке вертолетные деньги, влили огромное количество денежных средств, спрос со стороны населения на товары и услуги увеличился, потому что денег стало много в массе. Возникла инфляция, там проблема с экономического характера, скажем так. Как можно действовать на эту ситуацию? Сделать деньги более дорогими, изъять эти деньги, увеличить ставку, чтобы люди перешли к сбережению, а не к растратам. В России ситуация совсем другая. И, соответственно, бороться теми методами, которыми можно бороться в классических условиях, смысла практически никакого не имеет. Я поясню, опять же, почему и какая степень воздействия может быть. То есть, на высоком курсе валют по отношению к рублю, деноминации, девальвации, точнее, рубля к остальным валютам, получаем увеличение стоимости товаров и услуг, получаем высокую инфляцию, как следствие снижения спроса населения. То есть, спрос у нас и так будет снижен. Увеличение ключевой ставки еще снизит спрос. То есть, это снижение возможности потребления в квадрате. То есть, увеличением ставки мы, по большому счету, ничего не добьемся. Второй момент – это растянутость по времени. То есть, само увеличение ключевой ставки, оно растянуто по времени примерно на полгода, на 8 месяцев. Ну и какие-то моменты закладываются сразу, но минимальные. Фактически, значит, ставка будет действовать в горизонте более длительном, значительно более длительном. То есть, само увеличение ставки ни к чему не приведет к позитивному, ну, так вот в моменте может быть. И будет растянуто во времени на полгода, в котором тоже будет оказан эффект, но эффект довольно-таки незначительный. Мое мнение на данную ситуацию – это вполне вероятно, экспортеров обяжут продавать валютную выручку. То есть, есть в резервах валюты и так далее, их обяжут продавать эту валюту. Соответственно, скорее всего, это будет неофициально происходить. В этом случае влияние будет оказано, рубль укрепится. То есть, манипулятивно при помощи компаний будет снижен курс рубля, но это негативно повлияет на компании. Безусловно, у них сгорит выручка, это будет не очень хорошо, но в таком вот визуально-экономическом пространстве, которое наблюдает большинство людей, значит, доллар снова будет побежден, рубль окрепнет и так далее. Люди начнут покупать рубль, продавать свои доллары, думая, что он укрепится к 30 и все прочее. Так что, я думаю, что этого не произойдет. Экспортеров, как я уже говорил, обяжут продать часть выручки, скорректируют манипулятивно. Манипулятивно курс рубля может быть 90.85 и ставка ЦБ будет повышена. Это несколько негативно повлияет на экономическое состояние, но, тем не менее, психологически курс рубля по отношению к доллару не перешагнет за сотню. И то, о чем я говорил в начале ролика, что делать инвестору, я считаю, мое субъективное мнение, не какая-то инвестиционная идея, можно частично валютные инструменты свои зафиксировать. То есть, я рассматриваю фиксацию бумаг, которые покупал как раз-таки для защиты от девальвации рубля. Это юаневые облигации, какие-то замещающие облигации в небольшом объеме. В основном, буду продолжать их иметь, поскольку данный откат будет временным. В любом случае, потом рубль будет ослабевать. Никуда мы от этого не денемся. И вот в таком спекулятивном формате можно придерживаться подобной стратегии. Вижу, что рубль еще немножко крепнет и на новостях, и вполне вероятно, что уже запущен процесс продажи валютной выручки. Та же самая Роснефть, Газпром и все прочие. Вполне им достаточной ликвидности и возможности на нашем в настоящее время низколиквидном рынке воздействовать на курс рубля. Но помним, что это не благо. Тут за это придется платить тому же самому Газпрому, Роснефть или тем компаниям, которые гипотетически могут начать продажи валюты. Поскольку в валюте они свои средства сохраняют, рубль будет девальвироваться со временем. Так что вот такое кратенькое видение на данный процесс. Каждый волен выбирать, безусловно, как ему действовать в той или иной ситуации. Но инвестор должен быть, самое главное, осведомлен и иметь самую передовую информацию, которая фактически, скажем так, направляет рынки. И я думаю, что увидим укрепление рубля, кратковременное, ну, относительно кратковременное. В зависимости от того, сколько по времени будет продолжаться воздействие. Поскольку манипуляция может быть как в течение дня, так и в течение месяца. Будем наблюдать. Самое главное, что тут направление на то, чтобы рубль укрепился. Так, что я еще хотел добавить? Ну, пожалуй, еще много чего хотел бы добавить по влиянию увеличения ставки Центробанка на экономику в будущем. Там по недвижимости очень много моментов. И по экономическому состоянию очень много моментов, которые стоит учитывать. Наверное, не в этом ролике. Думаю, что сделаю отдельный ролик на этот счет, чтобы не давать слишком много информации. Так что вот такая ситуация. Ожидаю укрепления рубля в ближайшее время путем, скажем так, продаж валюты. Повторюсь, что Центробанк на эту систему значительно не влияет. И смотрю, что по таким российским каналам основным Набиулину ввинят в том, что так вот курс вышел из-под контроля. Я считаю, что Набиулина здесь, конечно же, ни при чем. Что она может бороться с инфляцией и увеличением ставки. Но тут причины совершенно другие. И снижать спрос при снижении спроса еще в квадрате его снижать. Это такое себе мероприятие, которое в значительной степени не повлияет на саму причину. Но снизит возможности экономики. Снизит возможности к потреблению у населения. Так что вот такой вот момент. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Самое главное, здоровья вам и вашим близким. И удачи в инвестициях.